Извечная фигура на фоне города, залитого солнцем, а вдали море. Эта работа стала символом новой экспозиции известного приморского художника Сергея Черкасова. Это уже сочинение было, это венецианка, так в моем представлении. Но модель наша, приморская, ну женщина у моря, а фон любой может быть. Именно с венецианки этой весной Черкасов начал работать над новым циклом в своем творчестве. Певец городских пейзажей решил воспеть красоту женского тела. К этой теме Черкасов уже обращался, но на этот раз художника не интересовал внутренний мир его героинь. Он не заглядывал им в глаза. Так получилась большая галерея горожанок, довольно милых, порой шаловливых и очень привлекательных. Это больше формы какие-то, любование формами, это не глубина. Я с ними не проживал этот кусок жизни. Это просто вот как красивый сосуд, такой живой, красивый, обаятельный. Представив галерею работ в стиле ню, художник разрешил зрителю заглянуть в его личную жизнь. В сад-город, где он каждый год осенью пишет гимн плодородию земли. Вот они, работы последних дней. Душистые дыни, сочные арбузы, яркие тыквы. На этот раз Черкасов решил даже немного пошалить в этом жанре. Его арбузы получились в стиле Малевича. И квадраты, и круги, и кубы, воплощенные в реальных предметах. Если эта мелодия созвучна художнику, то она искренняя, то она и зрителю понятна. А если это видно, что человек хочет заработать, вот ему деньги нужны, то это как-то так тяжело. Показав мелодию этого сезона, Черкасов уже начал обдумывать новые темы. Говорит, в последнее время его волнует тема животных. За ними так интересно наблюдать. Ну и, конечно, городской пейзаж. Тема неиссякаемая, всегда дающая повод для новых картин. Яна Романюк, Ольга Сомкина, Максим Евсеев. Панорама.